Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите Политбюро. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за вашу поддержку. Мы это чувствуем. Ну и, конечно же, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Сегодня мой гость в виртуальной студии Сергей Гайдай. Сергей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Начнем с последних новостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что границы, оккупированные Херсонской и Запорожской областей, еще не определены и будут зависеть от воли населения. Однако новых референдумов на этих территориях не будет. Подскажите, по вашему мнению, по вашему анализу, какие возможные изменения теперь, по словам Пескова, мы можем ожидать? Ну, во-первых, Песков прав в том, что границы не определены. Их практически не будет, но они будут определяться в СУ, в Украинской армии. И эти границы будут день за днем уменьшаться. А в чем он прав? Да, референдумов не нужно, потому что они референдумов никогда не проводили. Потому что вместо референдума они могут себе спокойно создать сюжет на телевидении, что на него провели, и написать какую-нибудь там цифру в 140%. Поэтому серьезно относиться к тому, что говорит Песков, нет никакого смысла. Просто он должен что-то говорить. Говорить правду он принципиально не может, потому что она для него убийственна. Но и утаить ее он уже давно не может, потому что, когда тебе в российской реальности стучаться с повесткой, то ты как-то догадываешься, что референдум референдумом, но тебя зовут погибать на фронт за какие-то границы, где-то вдалеке от твоей страны, в чужой, в ситуации, когда на твою страну никто не нападал. А потому что Путину захотелось там прослыть собирателям земель российских и поиграться в историю, в далекое прошлое, когда, скажем так, создавалась Российская империя. Поэтому это все не более чем повод для троллинга, но не для серьезного анализа. Как один эксперт привел очень удачный пример. Когда мы смотрели за футбольным матчем, это было всего лишь по телевизору, и мы поддерживали, болели. Но когда нам пришлось участвовать в этом же футбольном матче, то наше отношение к этому изменилось. Это его параллель по поводу мобилизации. Как вы считаете, то, что мы сейчас наблюдаем в Российской Федерации, что многие откупаются, многие выезжают из страны, Насколько этот голос общества, он силен и громкий, и сможет перебить те желания Путина, башен Кремля и военного руководства? К сожалению, Россия построила такую страну, или такое государство, где голос общества никакого значения и никакой силы не имеет. Только если оно не сорвется на массовый бунт. Но пока, условно говоря, такого нету. А метафору про футбольный матч я бы немножко усилил. Нам показывали, говорит, футбольный матч, в котором две команды играют, и кто-то кому-то забивает голы, а нас позвали на реальное действие. И это казалось не поле, на котором люди играют в футбол, а это казалось кровавое месиво, где игроков регулярно убивают, уничтожают. И все поле давно засеяно не мячами футбольными игроками, а трупами. Вот это тогда более адекватная цитата, или метафора, которую применил какой-то эксперт. И я не знаю, некоторые эксперты говорят, что бунт в России возможен, потому что одно дело, когда тебе дают возможность выехать, когда тебе дают возможность не участвовать в чем-то, заниматься своими бытовыми делами. Другое дело, когда у тебя из семьи забрали брата, мужа, сына, вместо этого пришел цинковый гроб, и тебе уже терять нечего, и тебе уже все равно бьет тебя дубинками мордоворот, который сам на фронт не поехал, а имеет неплохое от государства обеспечение, а у тебя прожить не на что. Вот тогда этот голодный бунт возможен. Причем, как некоторые эксперты анализируют, что очень часто всяческие бунты и революции в разных странах начинались с женского протеста. Женщины теряют, потому что именно женщина в семье, а женщина в обществе отвечает за безопасность для будущего поколения, которое ей надо родить и вырастить. И мы это видим, что главными инициаторами тех же зачатков, бунтов в том же Дагестане явились именно дагестанские женщины, а не мужчины. Все возможно, не знаю, но очень не хочется делать прогнозы, потому что какие бы мы прогнозы ни сделали, все равно история и конкретный ход истории довольно непредсказуем. Мы просто можем надеяться, предполагать что-то, но серьезно разговаривать о том, что будет, это бессмысленный разговор. Кадыров, Пригожин, они идут сейчас в разрез с системой, либо же они просто борются за свои места для того, чтобы остаться в этой системе, но при этом, возможно, немножко, ну скажем так, подлить масло в огонь. Знаете, мне смешно это, вот как пчелы против меда. Кадыров и Пригожин и есть порождение этой системы, и они могут все выжить только в этой системе. А то, что у них есть там внутривидовая борьба, это для любой системы, особенно для такой, как в России, вполне естественно. Это драка бульдогов под ковром, которая стала теперь видна всем. Это нормально, но если система рухнет, то рухнет и Кадыров, и Пригожин. Ну, кстати, Владимир Путин не простил командованию российской армии Российской Федерации потери Лимана. И 3 октября стало известно, что за поражение своей должностью заплатил командующий западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев. Теперь указанный пост за имен генерал-лейтенант Роман Бердников. И также параллельно Рамзан Кадыров заявил, что за отступление оккумпантов из Российской Федерации, из Лимана должен понести наказание командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Ну, так называемый потерявший Лиман генерал Российской Федерации, Лапин ответил Кадырову, третья чеченская все ближе, спасибо, скажите Путину. То есть там свои войны еще продолжаются. Я так понимаю, что все-таки между и башнями Кремля, и внутриполитические системы тоже сейчас мы видим распад. Ну, естественно, они грызут друг друга. Это нормальная внутривидовая борьба, когда в системе все плохо, когда надо искать стрелочников и наказывать виноватых. Мы это видим. Борьба, скажем так, радикалов и ястребов, с другими ястребами, с военными. Вполне естественный и понятный процесс. Но надо четко понимать, что замена одних другими ничего для России не решит. Кадыров тоже не проявил чудеса героизма со своим Ахмат силой на украинских фронтах, кроме тик-ток сюжетов. Серьезно они... Помните, как Кадыров объявлял новые этапы, самые реальные, самые серьезные, где где он? И обещал взять Киев, Одессу, и что там Николаев. Поэтому, условно говоря, пусть грызут друг друга, серьезно на ход войны эти события, пусть одни генералы сменяют других, все равно на ход войны серьезное влияние это иметь не будет. Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта в Украине. Российская Федерация может устроить демонстративный подрыв на украинских границах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные источники. Речь идет о подрыве ядерного оружия в Черном море. В случае ошибки могут пострадать и пограничные города Российской Федерации. При этом министр обороны Британии и Пентагон считают ядерный удар маловероятным. Это игра мышцами, либо же повышение ставок, либо же все-таки, как говорится, крышу снесло. Повышение ставок безусловно, ядерный штат безусловно. Надо четко понимать, что Черное море не принадлежит России. Там находится Турция, там находится Грузия, там находятся страны НАТО, такие как Болгария, Румыния. Поэтому вряд ли это понравится тем, кто в Черном море, еще побережье выходит на Черное море, такие игры России. Но надо четко понимать, что мы все тоже думали, что Путин рациональный игрок, при всем том, что он, понятно, диктатор, но не дурак же. Поэтому он не начнет полномасштабное вторжение в Украину, которое рано или поздно обернется для него крахом. Но он оказался неадекватен. Поэтому думать и серьезно предполагать, что он может по-любому, как рациональный человек, не применить ядерное оружие, нельзя, надо быть готовым к самому худшему. Сергей Николаевич, но зачем начинать войну, которая не увенчается успехом и которая принесет своей же стране масштабные экономические, политические последствия? В чем цель? Мы слышали разные цели, которые менялись на протяжении этих месяцев неоднократно. Но по вашему анализу, какова главная план, цель Путина? Цель, которая была, она была невозможная, но он искренне в нее верил. Он думал, что за неделю, как минимум, он сменит руководство в Украине, Украина станет частью России, он снова, как и в случае с Крымом, поднимет свой рейтинг до небес, это угребит его власть до конца его жизни. В этом и была цель. Просто эта цель оказалась сложной, не удалось и дальше ему приходится выкручиваться. И ситуация, я сегодня уже думать не о том, каким великим он войдет в историю правителем, который восстанавливает не просто там какой-то Советский Союз, а там древнюю Российскую империю, которую он себе в голове там создал. Он сейчас думает о сохранении собственной жизни. Своим чутьем он все больше понимает, что его авантюра завершится не просто там, проигрышем войны, а в общем-то его тихо придушат где-нибудь или будут судить, как Милошевича в международном военном трибунале. Поэтому он сейчас борется за свою жизнь. Цели за последние полгода у него сильно поменялись. А то, что говорят там по телевидению, что объявляют, это извините меня. Порой это просто попытка оправдать собственную катастрофу. Кстати, вы вспомнили о суде. Очень часто мы слышим такие заявления о репарациях, трибунале, ГАГе. Но каким образом, какой может быть этот процесс? Потому что мы понимаем, военные преступники, которые были заключены либо были пойманы, над ними можно произвести суд. Но, условно говоря, никто же в Кремль не приедет. Путина не задержат. Ну, почему? Так я, Милошевич, думал. Его же выдали те, кто пришел к власти в Югославии. Это было условие НАТО. Выдать Милошевича как повинного за геноцид, который он устроил на Балканах. Так и здесь может быть. Представьте себе, что власть сменится. Путин же никуда не денется. А мировое сообщество Украина потребует выдать Путина для суда, если он еще жив будет к тому времени. Если его тихо не отравят новичком и скажет, что умер от инфаркта. Поэтому все возможно. Все сценарии возможны. История очень непредсказуемая вещь. То, что вчера казалось невозможным, сегодня мы что, мы за последние несколько лет переживали все это. Когда-то казалось, что война между Украиной и Россией, нападение России и отжатие Крыма у нас это просто невозможный фактор. Об этом даже Соловьев заявлял когда-то со сцены, когда был еще демократом. А теперь мы видим, как со сцены в Москве словами Хлобыстина всему миру объявляют войну священную под крики Гойда. Да, по поводу Крыма, кстати, и сам Путин говорил в начале своей каденции. Мы тоже помним. Сергей Николаевич. Я расскажу. Когда Путин объяснял этот ход о мирном, так называемом, возвращении Крыма в родную гавань, он делал обращение к украинскому народу, чтобы украинский народ не волновался, что никаких других целей, никаких амбиций, претензий на украинские территории у них нет. Найдите это, есть в интернете. Как оказалось, у него резко поменялись цели, теперь он присоединяет даже те территории, которые не контролируют. Сергей Николаевич, в одном из своих интервью вы сказали такую фразу, что это начало конца, и по данным Главного управления разведки Украины есть, ну скажем так, данные и планы о том, что война может закончиться в конце весны 2023 года. По вашему мнению, насколько это вероятно, смотря на те события, которые мы наблюдаем с вами сегодня? Я не люблю прогнозы. Люди с прогнозами часто оказываются неправы, потому что учитывать и предсказать все события, которые могут случиться, невозможно. Но в этой ситуации я могу примерно так добавить. Есть пределы так называемые. Вот посчитать пределы, сколько есть ресурсов, когда они закончатся. Это возможно. И все сходятся, что предел ресурсов, который позволит Путину вести войну, если ничего другого не случится, он, извините меня, где-то еще на год хватит. Поэтому украинцам надо готовиться воевать в долгую, в серьезную. И эта война для нас, к сожалению, идет на истощение. Главное, чтобы нам хватило сил и ресурсов. Сергей Николаевич, спасибо большое за участие в нашей программе, за ваши ответы, за ваше время, которое вы пределили нам. Берегите себя, ваших родных и близких. А нашим зрителям напомню, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, напишите вопрос, либо же комментарии нашим гостям. До следующей встречи. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок